Есть очень крутой канал на ютубе с названием World History C. Он снимает уникальный, исторический, качественный, прекрасный маппинг. Если ты хочешь знать настоящую историю, а не спамников ВКонтакте, типа Херсторика или Умный Кит, то подписывайся на этот интеллектуальный канал. Подпишись на него, плюс, а то маппинг сейчас самый длиннейший и нужно поддержать нормальных мапперов. Добро пожаловать на это видео. Сегодня мы поговорим о Несторе Махно. Я разделю это видео на несколько пунктов, чтобы вам было легче его смотреть. Нестор Махно родился 7 ноября 1888 года в селе Гуляйпольское в Украине. В то время Гуляйполье было село. Ну и что еще очень важно, он родился в крестьянской семье. Рос без отца, окончил Гуляйпольское двухклассное начальное училище. С малых лет Нестор работал на сезонных сельскохозяйственных работах у помещиков и зажиточных крестьян. С 1903 года работал пособным рабочим в малярной мастерской, в купеческой лавке на чугунно-литейном заводе Кернера в Гуляйполе. С конца августа 1906 года Нестор был членом крестьянской группы анархокоммунистов. Другое название – Союз Вольных Хлеборобов, действовавший в Гуляйполе. Участвовал в террористических актах, нападал на караваны, грабил и все прочее. Сам был малограмотным, плоховато говорил на русском языке. 26 августа 1908 года Нестор Махно Иванович был арестован за убийство чиновника военной управы. Его приговорили к смертной казни через повешение, но потом решили заменить на бессрочную каторгу. В 1911 году был переведен в каторжное отделение Бутырской тюрьмы в Москве. В камере он познакомился с известным анархическим активистом Петром Аршиновым, который в дальнейшем занялся идеологической подготовкой Нестора Махно. Сам Нестор Махно в камере изучал историю, математику и литературу. Однако, в то же время Нестор заболел туберкулезом легких, из-за чего не мог курить. После февральской революции Махно, как и других заключенных, освободили. Вернувшись после заключения в Гуляйполе, Нестор оказался в самой гуще революционных событий. Его, пострадавшего за правое дело, односельчане выбрали главой Крестьянского союза и местного крестьянского совета. Осенью, в 1917 году, Александровской власти прогнали представителей Временного правительства и установили советскую власть. В 1918 году, как представитель Гуляйпольского ревкома, он участвовал в общей танцкой конференции ревкомов и советов. Летом, в 1918 году, австро-германские войска оккупировали территорию Украинской Народной Республики. Тогда повстанцы впервые объединились в партизанский отряд под руководством Нестора Махно. Отряд воевал и против немцев, и против украинских националистов. В качестве мести власти решили расправиться со старшим братом Нестора и сожгли дом, в котором жила его мама. В мае 1918 года Нестор Махно приехал в Москву, где лично встречался с Владимиром Лениным и Свердловским, а также с лидерами партии анархистов. На московской конференции анархистов была разработана тактика борьбы с оккупантами в Украине. Запасываясь поддельными документами, Махно отправился на родину для организации повстанческой армии. Революционная повстанческая армия Украины появилась 21 июля в 1918 году. В этой армии служило до 120 тысяч человек. Одним из командиров революционной повстанческой армии Украины был сам Нестор Махно. Армия действовала на юго-восточных регионах Украины. Люди, которые служили в этой армии, назывались махновцами. Отряды махновцев, состоявшие из конницы и пехоты, посаженные на тачанки с пулеметами, обладали большой подвижностью. Переходы совершались до 100 километров в сутки. Благодаря поддержке местного крестьянства, они имели хорошо налаженную связь и разведку. Центром повстанческого движения махновцев было село Кулейполе, Екатеринославской губернии, родина Нестора Махно. Район операций отрядов Махно простирался от Днестра до западных границ области войска Донского. В начале 1919 года большевики захватили территорию Украины. И в середине февраля 1919 года махновцы заключили военносоглашение с командованием Красной Армии, согласно которому их повстанческая армия численностью до 50 тысяч человек, сохраняя внутреннюю автономию, с 21 февраля 1919 года вошла в состав 1-й заднепровской украинской советской дивизии Украинского фронта. Бригада под командованием комбрига Махно Нестора Ивановича сражалась против Деникинских войск на правом фланге фронта на линии Мариуполь-Волноваха. Когда Белая армия захватила часть территории Украины и начался поход на Москву, махновцы, увы, подполье атаковали белогвардейцев. В результате поход на Москву оказался неудачным, а самого Нестора Махно по некоторым сведениям наградили Орденом Красного Знамени за номером 4. Однако уже в начале июня того же года бригада Махно не получает командование Красной Армии боеприпасов и снаряжение понесла тяжелые потери. Белые прорвали фронт и заняли Донбасс. 6 июня 1919 года приказом пред РВС Красной Армии Льва Троцкого Махно объявлен вне закона за развал фронта и неподчинение командованию. С началом наступления белых войск на Москву летом 1919 года Махно начал широкомасштабную партизанскую войну в тылу у белых и вновь призвал крестьянских постанцев к союзу с красными. Главный наш враг, товарищи крестьяне, Деникин. Коммунисты все же революционеры. С ними мы сможем рассчитаться потом. Сейчас все должно быть направлено против Деникина. В 1919 году теснимый регулярными частями белых Махно увел свои партизанские отряды на запад и к началу сентября подошел к Умане, где попал в полное окружение. С севера и запада петлюровцы, с юга и востока белые. Тогда Махно вступил в переговоры с петлюровцами. И стороны заключили соглашение. Взаимный нейтралитет. Передача раненых махновцев на попечение петлюры и снабжение Махно боевыми припасами. Далее Нестор Махно, 12 сентября, неожиданно поднял свои отряды и, разбив и отбросив два полка генерала Слащева, двинулся на восток, обратно к Днепру. Движение это совершалось на сменных подводах и лошадях с быстротой необыкновенной. 13-го Умань, 22-го Днепр, где, сбив слабые части белой армии, наскоро брошенные для прикрытия переправ, Махно перешел через Кичкасский мост. И 24-го он появился в угле поля, пройдя за 11 дней около 600 верст. Таким образом, партизанские действия Махно по разрушению тыла Белой армии оказали заметное влияние на ход войны и помогли Красным отбить наступление Деникина на войну. 20 октября 1919 года на заседании Реввоенцвета армии и съезде крестьянских рабочих и повстанцев в Александровске Махно выдвинул программу действий, сводящуюся к созданию самостоятельной крестьянской республики в тылу Девикинских войск с центром в Екатеринославе. Вольная территория или Махновщина была территорией под контролем свободных советов и либертарных коммун, где была предпринята попытка создать анархическое общество во время Украинской революции. Территория находилась под защитой революционной повстанческой армии Нестера Махно. Площадь вольной территории была заселена примерно 7 миллионами человек. Сама территория находилась примерно между Бердянском, Донецком, Александровском и Екатеринославом. Также существовала своя валюта Махновский рубль. Он производился путем нанесения надпечаток на различных денежных знаков в государстве бывшей Российской империи. Собственных бумажных денежных знаков махновцы не выпускали. Купюры, якобы выпущенные повстанческой армией, являются подделкой. После ликвидации Деникинского фронта в конце 1919 года у правительства большевиков отпала нужда в союзе с постанцами-анархистами. И 11 января 1920 года приказом Троцкого Махно был объявлен вне закона. Махновская армия также подлежала ликвидации. Желая привлечь крестьян на свою сторону, правительство генерала Врангеля предложило Махно в союз против большевиков, обещая в случае победы провести широкую земельную реформу. Однако Махно от предложения отказался. Посланник Врангеля был публично казнен в Гуляйполе. Проходит время Желая использовать боеспособные части повстанцев против Врангеля, осенью 1920 года правительство большевиков вновь предложило Махно военный союз. 2 ноября 1920 года Махно в очередной раз подписал соглашение с правительством ОССР. В результате этого соглашения отряд повстанцев численностью до 2,5 тысяч бойцов под общим командованием Семена Кареткина был отправлен в район Перекопа. Это самая северная точка в Крыму. После того, как в Крыму победили Белую армию, Красное командование решило избавиться от ставшего ненужным союзника. Отряд махновцев был окружен, однако смог выйти с полуострова. В ходе отступления был настигнут превосходящими силами Красных и частично уничтожен пулеметным огнем. Спастись удалось единицам, которые и поведали о случившемся в Гуляйполе. Командование Красной Армии издало приказ о передислокации махновцев на Южный Кавказ. Считая этот приказ ловушкой, Махно отказался подчиниться. Ответом большевиков стала военная операция по ликвидации партизанщины. Отряды махно с боями ушли из окружения в районе Гуляйполе и несколько месяцев перемещались по Украине, уходя от преследования. К концу лета 1921 года махновцы перестали существовать как организационная сила. Сам махно с трудом избежал гибели. Ушел с семьей и небольшим вооруженным отрядом верных ему повстанцев в Румынию и там был интернирован. Канал Альбертикс Маппер. Крутой чел снимает эпичные и захватывающие видео с сюжетом круче, чем голливудские фильмы с миллионами долларами. Очень разнообразный и качественный контент. Если ты любишь альтернативные истории с контриболами, да не просто с контриболами, а ё-моё с канонами. Подпишись на него. Ссылка в Сибири и в описании. Знаю, две рекламы видео-то не очень хорошо, но что поделать, видео не выходили целых два месяца. В общем, всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok